Сегодня я с чешскими журналистами разговаривал с тренером Катей Ноймановой. Фрихауфом он говорит, что очень надеется на медаль. Конечно, говорит, Лазутина очень сильна. Фрихауф делает такой дипломатический жест в нашу сторону, российскую. Но Катя уже выполнила свою главную задачу Нойманова. Она психологически раскрепощена, она уже имеет медаль. Ей нечего бояться. И 5 секунд это совсем ничто. Мартинсон в 12 секундах норвежка. В 13 секундах Нина Гаврилюк, она меньше секунды проиграла Мартинсон на пятерке. И осталась без бронзовой медали. Очень жалко, очень бы хотелось, чтобы Гаврилюк имела медаль. Она попала в основной состав сборной в последний момент. И посмотрите, старты пошли один за другим. Пятый Ольга Данилова в секунде за Гаврилюк. Шестой Микельскласс норвежка в двух секундах за Даниловой. Седьмой Анита Мунгидон норвежка. 27 секунд, чуть-чуть позже рядом с ней опытнейшая труда Дюбиндаль. 31 секунда. Ну и дальше разрывы побольше. 37 секунд по Руцци. 39 швейцарка Альбрех. Обратите внимание, обратите внимание, Стефания Бельмондо или Бельмондо уже, неважно, рядом с ней Чепалова. Но Бельмондо, может быть, сегодня имеет шанс, которого больше не будет здесь на Олимпиаде иметь. Во-первых, конследование. Она была, по-моему, пятой или даже шестой после пяти километров. А на десятке замечательно прошла коньком и попала в призеры. Камеры дважды будут включаться на этом рубеже. Километр четыреста. Ну и затем по второму кругу пойдут лыжницы. На сей раз петля одна. Будет повторяться дважды. Тут вообще три пятикилометровых петли нарезаны в лесу. И одна другой круче. Одна другой тяжелее. Итак, в красных костюмах под седьмым и восьмым номером Анита Мун и Труда Дюбиндаль. Постепенно сейчас станет ясно, кто совсем конькового хода не любит, кто с ним не справляется. Норвежки не любят. Норвежки любят классику. И поэтому живет она постоянно в Швейцарии. Он тренируется с норвежками. Естественно, вся сборная по Европе колесит постоянно. Живет в Швейцарии. Вышла замуж за швейцарского гонщика Гидона. Лариса, 10 секунд. Гаврилюк и 14 норвежки идут. Многие лыжники бросают на нее страстные взгляды, но пока никому она сердце свое не вручила. И еще две норвежки. Бента Мартинсон и Марит Миккельс Плац. Приятное зрелище. Норвежская команда так чуть-чуть отстает, отстает, отстает. Норвежки все крупные, сильные. Очень хорошо бегут с конек. Простите, классику. Очень хорошо выступают дома. Под 13 номером показалась и наша Юля Чепалова. Юля гораздо больше любит коньковый ход, чем классику, поэтому своим 13 местом на пятерке была счастлива, довольна. Дебют. И так Нойманова предпринимает попытку уйти от Лазудиной как раз на длинном начинающемся спуске. Здесь же и Танилова с Гаврилюк. Ну, смотрим разрывы. Сколько секунд? 8 секунд приблизительно. 8-9 секунд. Такими парами, дружескими. Лидеры и, я думаю, что так и побегут. Чепалова. А где Бельмондо-то? Вот она. Так, Чепалова сейчас рядом с Степанией Бельмондо. То, что, впрочем, неудивительно, у них и время-то было в секунде разницы. Вчера Лариса Лазутина вместе с Геннадием Лазутиным, со своим мужем и одним из тренеров приехали в родной... Вот в дом родный здесь, арендованный нашей федерацией специально для лыжной команды, потому что ездить каждый день в Олимпийскую деревню невозможно в нога на 50 с лишним километров. Здесь, в двух километрах от лыжного стадиона, пансион ориентован, где живет наша команда, где накрывается общий стол, где готовится каждый день настоящая русская наша еда, и щи, и пельмени, и по-хорошей украинской борщи, ну, в общем, все родное так, чтобы можно было от души поесть. Все собираются за одним столом. Вот Лариса тогда приехали с Геннадием, ее встречали в Холле с цветами, Акентев, Маматов, руководство нашего... Судина предпринимает попытку, значит, она верит в то, что лыжи хорошо катят, она проверила их на первых километрах, и вот пытается на спуске, на длинном спуске уйти от Катерины Ноймановой. По-моему, разрыв между ними и преследовательницами Даниловой и Гаврюлюк увеличивается. Нет, Нойманова не отпускает. Все пока, все по-прежнему полная неизвестность. Вот этот самый загон объезжает Лазудина и Нойманова и выкатывается напрямую. На этой же прямой они будут финишировать еще через 14-13 минут. Отстают, отстают Нина Гаврюлюк и Данилова Ольга. Немножечко, но отстают. По скорости вторую половину вот этой петли первой. Лидеры прошли лучше. А кто же вот интересно пятым сейчас? По-моему, Чапалова отрывается от Бельмондо. Я говорю по-моему, потому что Бельмондо совсем маленького росточка, даже среди лыжниц они и так невысокие. А Бельмондо крошечные. Чапалова пытается убежать от нее. Это Данилова и Гаврилюк. Слева Ольга Данилова, справа Нина Гаврилюк. И вот там под 13-м несчастливым номером Юлия Чапалова. И 21 год исполнился в декабре. Она самая с Дальнего Востока, из Комсомольска на Амуре. Но уже покинула родной город пару лет назад. Да. К сожалению, нам такого вот наблюдения за борьбой наших за медали не предстоит на гонке мужской преследования. Так, а что здесь происходит? Посмотрите, какая складывается там борьба. Разрыв между Даниловой и Гаврилюк и Чапаловой и Бельмондо сокращается. И Чапалова вступает реально в борьбу за медали. Юлия Чапалова, участие которой тоже здесь в гонках, решалась в последний день. Их было три претендентки. Чапалова, Гаврилюк и Складнево на два освободившихся места. После первой гонки тренеры решили, что не побегут. Пять километров и Елена Виальди, неважно себя чувствующая, ни Светана Нагейкина, которая не оправдала надежды. Кем заменить? Кого поставит на этих двами Гаврилюк? Видно, что она идет тяжелее. Очень было жалко, что Нина Гаврилюк позавчера. Несколько десятых секунды. Ей нескольких десятых секунд ей не хватило за бронзовой медали. Так мы за нее переживали. Лазутина, Нойманова, Чапалова, Бельмонто. Еще Бельмонто наверняка приготовит решительное ускорение для того, чтобы вырваться вперед и завоевать медаль. Единственная итальянка Мануэла Дичента в этом году не участвует в борьбе за медали королевы Лилихаммера, так же, как и другая королева Любовь Егорова. Ну, ее печальную историю мы знаем, она дисквалифицирована. Хотелось бы, чтобы федерация международная отнеслась к ней более благосклонно и разрешила. Да, Нойманова, многократная чемпионка мира среди юниоров, уже пять лет как выступает в красной группе сильнейших, но никогда так высоко не поднималась. Да, у нее была медаль на чемпионате мира в Тронхейме. В прошлом году первая, как бы уже первая заявка, а сегодня это уже заявка на золотую медаль. Которую я пожелал бы завоевать другой участницей, честно говоря. Смотрим отрыв. Разрывы между Чапаловой, Бельмонто, Тараненко нет. Чуть-чуть хуже Данилова. И вы можете претендовать на включение в Олимпиаду, как бы это ни было противно мужчинам. И в хоккей здесь женщины играют, вы знаете, хоккейный турнир проходит. Вернемся на трассу. Осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Меньше двух километров. Ирина Тиреля. Ирина Тараненко-Тиреля пытается уйти. И, по-моему, уходит от Бельмонто и Чапаловой, отсидевшись за их спинами 4,5-5 километров. Предпонимает ускорение на этом длинном тягуне, на этом подъеме. Рядом со мной через кабину ведет репортаж, что украинское телевидение комментатор Эфим Шарпанский держит бутылку с альтом. Заледеневшую бутылку лимонада возле биска, поскользнулся, здесь упал. Но и Лариса Лазутина тоже использует этот длинный подъем для того, чтобы оторваться от Нойманова и увеличивает разрыв. Итак, Лазутина, Нойманова и Ирина Тараненко. Данилова не отпускать, потерпеть, потерпеть. Вон наши тренеры там бегут. Не вижу, кто воронит, а. Еще кто-то из наших. Кто ли, Забьялов Александр? Не рассмотрел. Там тренеры уже к куче побежали. Скорее, скорее помогать Данилову. Хотя бы словами. Да, к сожалению, Нина Гаврилюк сейчас седьмая. Она не участвует в борьбе за медали. Лариса Лазутина. Лыжи катят хорошо. Теперь длинный подъем. Все. Теперь уже все, только не упасть. Я помню совсем недавно на этапе чемпионата мира в Австрии. Лазутина с Дельмонто боролись за победу. Буквально за полтора километра до конца Лазутина упала. Только сейчас аккуратно подъем. Спуски здесь страшные. Сама Лазутина говорит, они для горнолыжников, они для нас. Все, Лариса Лазутина на финишном стадионе. Дорогие друзья, мы ждем второй золотой медали. Ох, как прибавил. Как потрясающе идет Лариса. Ну, просто красавица. Ох, как здорово. Посмотрите, на глазах. На глазах. На полукилометре оторвалась. Вот сюда и опыт, да? Выдержать. Аккуратно, не рискуя в начале. Все рассчитать. Точно в длинный подъем уйти. Выжигатят хорошо. Спуск работает на нее. Все, Лариса Лазутина уже теперь. Фу-фу-фу. Под этим проливным дождем. Проклятие лыжников здесь с нога на погода. Вот город Кондопога. Каких героинь рождает маленький, маленький город. Но родина Ларисы Лазутины. Ну, скорее, 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 скорее. Мы уже полчаса в эфире. Этот репортаж ведем на канале российского телевидения. Сейчас в Москве половина седьмого утра. Здесь половина первого дня. Лазутина, Нойманова, у которой сейчас могут отобрать серебряную медаль. Вы видели там? Тараненко и Бельмондо вцепились в чертскую лыжницу. Уже догнали ее совсем. Все, Лазутина оббегает, делает последний поворот. Все. Третья золотая медаль. У наших девчонок, они подтверждают, что сегодня наша сборная лучшая. И начинается спринг за серебро. Что творится по трем дорожкам? Нойманова, Тараненко и Бельмондо. Или Чепалова, или Данилова. Данилова, Ольга Данилова крайняя слева. Нойманова, нет, Нойманова все-таки, по-моему, не отстает. Она крайняя справа Нойманова. Средняя Тараненко. Это напоминает ей финиш прокуроровой в Альбусе в Трансхейме в прошлом году. Лариса Лазутина двукратная олимпийская чемпионка. Данилова выигрывает. Или Нойманова? Ольга Данилова. Серебряная медаль. Екатерина Нойманова, третья, Ирина Тараненко, четвертая и Бельмондо. Великая Бельмондо. Великая мастерица конькового хода. Только пятая. Да. Ну, поаплодируем. Ларисе Лазутиной двукратной олимпийской чемпионки. И меня слезы на глаза. Дай бог. Еще здесь есть эстафета, а? Так, а где супруг-то? Главный болельщик и тренер. Данилова браво. Нету слов. Казалось, все, она сначала чуть-чуть отпустила Гаврилюх. Потом в группе уже догнала Бельмондо. Ну, как же, итальянка такая. Это было потрясающее зрелище, как сбежал далее. Лыжи на те раз у него работали нормально. Смачники норвежские внесли коррективы в свою деятельность. А вот во втором месте неожиданно австрит Маркус Гандлер оказался, которого за 10 лет его выступление в мировом лыжном спорте.